Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вот уже более 20 лет мы живем с вами в рыночных условиях, и это бесспорно влияет на характер использования наших участков, будь то они дачные, приусадебные или прикоттежные. Сегодня впервые в истории программы я хочу показать вам так называемый коммерческий участок. Ну а своим опытом в этой области поделятся жители села Селинга, Торбогатайского района, семья Ташлыковых, Юрий Николаевич, Елена Ивановна. Итак, посмотрим. Первый вопрос, естественно, к хозяину. Юрий Николаевич, когда вы начали осваивать этот участок? Ну, данный участок начали осваивать в апреле 2004 года, когда приобрели его в собственность. И у нас, в принципе, было так задумано, что специальный участок покупаем для того, чтобы заниматься огородничеством. Но вы изначально запланировали здесь получать доход от огородничества? Или это позже идея появилась? Нет, у нас это изначально было так задумано, что это будет основной вид нашей занятости. А вы работаете сейчас? Нет, я пенсионер. А супруга? Супруга работает. Но она фактически... Да, она индивидуально принимает. Завязана на этом участке работа, да? Да, она и выращивает, она и реализует. Она реализует сама, да? Ну, а где же вы навыки-то приобрели? Для того, чтобы все это сделать, да? И зарабатывать тем более, надо же научиться выращивать. Ну, навыки мы, естественно, как приобрели. Я всю жизнь до этого в деревне прожил. Потом, значит, у нас была дача. На даче тоже самое. То есть вы на даче? Да. Благодаря нашим программам, наверное, да? Да, да, да. В трудные времена, в общем, пришлось осваивать. Сельское хозяйство, как говорится, домашнее. Ну, вопрос к Елене Ивановне. Значит, у вас ИП? ИП. Давно вы его оформили? Так, у нас оформлено, по-моему, в 93-м году. А, значит, в 2004-м году, когда сюда пришли, уже у вас ИП было, да? Да, ИП уже было, да. И вы чем занимались? Я также торговала на центральном рынке. Была точка, овощами торговали, также зеленью. Вот с того раннего огорода, вот когда у нас дача была, мы реализовали продукцию. Но там маленький объем был. Следовательно, у вас возникла такая идея, свою продукцию продавать. Обязательно. Выращивать и продавать, да? Да. Причем, наверное, органическую, да? Натуральную. Конечно, чистую продукцию. Вы считаете себя агрономом этого участка? Ну, в общем-то, да. Или это Юрий Николаевич все-таки агроном? Мы, однако, вместе. Вы два агронома, да? Друг у друга. Где-то спрошу у кого-то там, ну, как-то друг друга. Уже потом с каждым годом навыки, конечно, уже это. Хорошо, об агрономической части мы поговорим с вами. А сейчас Юрий Николаевич нам покажет, как сделано здесь водоснабжение. Вот скажите, сколько теплиц у вас, участки, и сколько гряд? Ну, у нас теплицы четыре стандартные, три стандартные, четыре на четырнадцать, это сотовый поликарбонат. Это сто восемьдесят, три, это около двухсот квадратных метров, да? Да. И одна теплица под пленкой, но она, в дальнейшем тоже будем это самое, менять ее на поликарбонат. Но тоже сорок квадратных? Да, тоже она. Таким образом, почти двести пятьдесят квадратных метров теплицы. Ну, и гряд, вот, огороженный. Огороженный гряд сорок четыре штуки. В среднем по четыре квадрата, да? В среднем где-то по четыре квадрата, да. Так вот такая площадь, особенно когда мы теплицу используем, требует большого количества воды. Как у вас эта проблема решена? Ну, как проблема? Ну, вот это что за сооружение? Решается, это значит бак пятикубовый, это чисто теплая вода идет на полив огурцов, ну, такие теплолюбивых, как говорится. А здесь скважина? А здесь скважина, 11-12 метров, это, короче, поливается вот у нас этими разбрызгивателями, вот мы подключаем. И там еще в гараже одна скважина, то есть две скважины. И, в общем, это все... Да скважина без бака, да? Да, просто холодная вода идет. Значит, теплой водой подогреться, вы поливаете только огурец, перец, баклажан, помидоры. А гряды холодные, да? Огряды все это холодные, или слейки, или вот разбрызгиваете. Но проблем с водой нет у вас, да? Нет, проблем нет. Пять кубов вот хватает? Хватает. Это хватает и на эту теплицу, и на огурцовую, и на помидоры. Ну, а дальше разводка, как вы на сегодня, как пользуетесь? Ну, на сегодня мы пользуемся вот шлангами, шлангами, да, с той, с той скважины и с этой скважины. То есть это независимо, можно там поливать и здесь поливать, с двух насосов. Насосные, насосы мощные, глубинные. Так, значит... Ну, а дальше что? А в дальнейшем... Я думаю, что шланги это уже вчерашний день. Ну, это уже вчерашний день, да. Что планируешь? Планируем, конечно, полностью сделать разводку с этой скважины и с той скважины полипропиленовыми трубами. И где-то, может быть, как-то посмотреть, почитать, как капельное орошение... Ну, это хорошая мысль. ...это самое сделать. Ну, и, конечно, всю разводку по каждой теплице провести, и чтобы было меньше... Ну, супруга довольна вашей инженерной работой, да? Довольна. Ну, сейчас мы у нее еще спросим. Я надеюсь, вы не будете возражать, если... Как выращивают культуру, расскажет она нам. Обязательно. Итак, Елена Ивановна, 44 гряды. Это очень много. Скажите, какие культуры выращиваете, какие из них затем продаете сами же на центральном рынке? Как культуру мы выращиваем влочные в основном. Вот перечень. Перечень у нас помидоры, огурцы, баклажаны, перцы острые, сладкие, чеснок, лук всевозможных, нескольких сортов. Ну, естественно, зелень идет у нас. То есть салаты? Салаты, укроп, петрушка, кудрявая петрушка, сельдерей, салат красный, кинза. Базилик. Базилик обязательно и лук, зелень тоже самое. Ну и кабачок, по-моему, у меня у вас есть. Кабачки, тыквы у нас очень у нее обязательно. Ну, то есть перечень очень-очень. Почти весь. Вот из этого количества, из этих видов, что вы реализуете сами? Реализую все. То есть все, что вы? Но при этом вы, наверное, сначала снабжаете свою семью? Ну, первую мы, конечно, первую немножко съели. Но у нас в объем, то есть чеснок пошел, у нас немножко чеснока, естественно, мы уже сами едим. И реализация идет у нас. Лук тоже самое. Огурцы уже поели, уже, естественно, реализацию пойдут. Ну, вот остальное все. Поговорим об этой части, об огороде. У вас уникальный чеснок. Вот скажите телезрителям, когда вы... Это сорт, кстати, какой? Мухшебельский местный, да? Да, Мухшебельский местный сорт. Вот когда вы его посадили? Потому что вот к первому июня такое мощное, что просто удивительно. Первые вот две гряды мы посадили 5 апреля. 5 апреля. А вот эти три гряды садили 15 апреля. 5-го, 15 апреля. Потому что грядки здесь не растаяли, и мы вот это... Так, и сразу что сделали? Закрыли чем? Сразу попалили, еще и редиску рядышком посадили, и укрывным. Плотность, плотность укрывного? Плотность, да, вот, которая минус 9, минус 7. То есть это 60, которые плотные, самые плотные, да? Да, да, самые плотные. Вы каркасы делаете, или же... Нет, мы забиваем на рейке. Вот здесь натягиваем. А, вы натягиваете, да? Да. А потом они прижимают, да? Да, мы начинаем немножко освобождать. А когда вы не тканку снимаете? Ну, где-то числа, нынче, 15 мая сняли. Это в этом году? В этом году, а так мы чуть пораньше, где-то числа 10-го. А она придавливает перо, нет? Первое, она не сильно, когда высадим, она ровненько идет. Потом начинает расти, начинает загибаться. Мы начинаем его немножко ослабевать, ну, чтобы не мешало. Сейчас, когда убрали, перо поднялось. И зеленое, кстати, не желтое, нормально. Да, оно немножко акноматизировалось. Ну, меня что еще радует, вот, покажем телезрителям ваш салат. Это какой сорт у вас? Это кружева. Кружева, да? Да. Значит, это чисто коммерческое использование. Вот вы уже начали, наверное... Да, рвем его. Вы его, например, утром рвете и тут же, в тот же день и продаете, да? Да, 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 свежий урожай. Свежий урожай. Да, потому что его надо срочно... Ну, а как? Он востребован очень? Да, салат, он самый востребован, наверное, на культуру из всех зелени. Салат самый лучший. Потом идет лук, укроп, вот так. Ну, и петрушки, наверное, много выращиваете, да? Ну, мы тоже много выращиваем. У нас теплица вот петрушка. А лук вы выращиваете на перо или в основном, да? На зелень продаете? На перо выращиваем и на головки. Да, мы с головками торгуем. То есть очень разносторонне. Да, у нас первый эксибишен. Вот эксибишен мы головками торгуем вместе с пером. А уже этот спирит, корона, это мы продаем уже на килограммы. Вот, Елена Ивановна, если говорить об открытом грунте, я понял, вы поливаете холодной водой со скважиной, да? Вот здесь холодной водой, да. Да, везде, не подогретой. То какова вот особенность вашей технологии? Вы сорта имеете любимые свои или сеете все сподряд, вот, например, да? Потом, значит, добавляете ли вы перегной ежегодно? Вот эти моменты можете сказать? Конечно. Перегной мы готовим, чеснок, например, мы с осенней всегда готовим. Огурцы у нас от плодоносят. Вы его покупаете, да? Да, это самое. Нет, мы в чеснок осенний перегной степлиц ложим. Сразу заготовили, уже заготовили мы все. А так перегной покупаем и обязательно в каждой гряды мы каждую весну добавляем перегной. Обязательно. Ну, а вот насчет сортов вы их все знаете? Сорт, ну, вот, вот, макушебирский. Не, ну, петрушка, например, да? Укроп сортовой у вас? Укроп это наш свой домашний. Мы, как это, купили обыкновенный. А, вот так идет, да? Так у нас он паданка везде. Ну, и вы, наверное, много редис выращиваете? Редисы много выращиваю. А там любимые сорта есть у вас? Да, у нас ребел, реги, рудольф. Это голландские у вас? Это голландские, да. Потом еще была даже нынче клюкова, на снегу даже была. Интересный, сорт отечественный. Ну, вот в этом году, при холодной весне, вы когда первую продукцию начали продавать? Так, ну, вот уже риску мы уже продали ее. Так, с теплицей мы начали продавать. В апреле? Месяц снаружи назад, там, да, где-то в апреле, да, в конце апреля. То есть в третьей декаде апреля вы имеете? Да, 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 в апреле. А с открытой гряд, под нетканкой, да, здесь где-то в начале мая, да? В начале, недели три уже, да, где-то мы уже продали, уже немножко осталось. Ну, а теперь, как мы выяснили, у вас четыре теплицы. Давайте в каждую заглянем, посмотрим, что там есть. Посмотрите, что у нас есть. Чтобы ваши растения давали богатый урожай, используйте Интермак, минеральное удобрение с микроэлементами. Они снимают стресс, повышают иммунитет и улучшают качество урожая. Теперь профессиональные удобрения доступны всем дачникам. Магические удобрения для любых растений. Луга Яравны. Красивый газон для сибирского климата. Спрашивайте в магазинах Садем. Все для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Удар по ценам. В торговых центрах Абсолют. Огурцы 69 рублей за килограмм. Помидоры 77 рублей. Перед сладкий 1 килограмм 88 рублей. Низкие цены и богатство витаминов. Только в торговых центрах Абсолют. Лучше Боша нет. Будет новый инструмент. Лучше Боша нет. Качеством наш аргумент. Лучше Боша нет. Компания Кристофер. Представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Итак, мы в огуречной теплице. Сорт? Адам. Полностью, да? Полностью, да. Это гибрид голландский, наверное, неизвестно. На сегодня уже урожай есть? Есть. Урожай у нас уже есть. Давайте покажем телезрителям, что он существует. Урожай наверняка органический, да? Органический обязательно. Сверху не открывали. А снизу вот такими спицами. Ну, это ноу-хау, потому что я вот еще до сих пор не встречал. У нас уже около 4 года. У нас уже около 4 года. А внизу спицами, чтобы держалась на тяг. Вы здесь навоз добавляете немножко, да? Здесь нет. Перегной. 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 Чувствую запах имеет. Это вот он настаивается. Настаите. Навозной жижи, да? Короляк, муриный помет и зола. Никаких минеральных удобрений? Нет никаких. А с вредителями бывают проблемы? В прошлом году было немножко, для пошла. Но мы им эти шашки сделали с осени. Но я думаю, что ничего не должно быть так. Но я, уважаемые телезрители, хочу показать свеклу, которая выращивается рядом с огурцами. Я такого не видел, конечно. Но давайте, можете одну сольем. Там где-то побольше. Вот видите. Но в такое время уже кушать свеклу, варить борщ. Но это вы на продажу, да? Ну, это для себя немножко, для продажи. А продаете вместе с ботвой, люди берут с удовольствием. С удовольствием, даже ботву просят специально. Ну, здорово. Ну, вот. Ну, давайте другую теплицу посмотрим. Давайте. Здесь выращиваем мы томаты. Это половина томатов у нас. Сорта старинные, еще темейские. Это еще с Гошея выращивали. Мушчибирский район, да? Мушчибирский район, да. Это там уже бабушки и прабабушки. И вот до сих пор они красные, мясистые, плотные. Их раньше даже в этих бочках солили. Ну, мы посмотрим, что это за сорт. Хороший. И вы его тоже продаете, да? Мы тоже продаем его, да. А для консервации, консервных? Для консервации они тоже идут. Если поменьше плод идет, то мелкие вот это Голландия, черри. И вот эти, но эти мясистые. Идут помидоры розовые. Они немножко-то такая вытянутые. Вы не пробовали посчитать с такой теплицей? Сколько выйдет продукции? В прошлом году очень много было. Это вообще убору не было. Они лежали прямо на земле, падали. И вот мы не могли даже столько реализовать, сколько был помидор. Ну, здесь какие-то нюансы по технологии есть у вас? Ну, конечно. Спасынки, я вижу, удалили в два стебля, да, формируете. И в два, и один, и в два. Ну, единственное, вот хотелось вам посоветовать, что пеньки вот все-таки такие не оставлять на листьях. Хорошо. Должно быть маленькие, маленькие. А так, ну, тепло нормально. Высадили когда? Так, высадили. Где-то мы сейчас еще, где-то 15-го, по-моему, высадила, мая. Ну, и когда на рынок вынесете первый урожай, вот примерно, можете сказать? Ну, я так думаю, что конец июня, в июле, наверное. В начале июля. Нынче же холодно, первые цветы облетели. А, идет отставание, да? Да, да, вот немножко отставание шло. Ну, что ж, придется зайти специально попробовать, особенно вот этот семейский сорт. Семейский сорт, обязательно, они очень хорошие и урожайные. Так, ну, кроме огурца и томата, вы еще много выращиваете перца? Да, перец. Какой перец предпочитает у нас народ, когда покупает? Предпочитает жгучий перец. То есть горький сорт, да? Горький, горький, жгучий сорт. Поэтому вы выращиваете горький здесь, да? Да, вот мы, конечно, любят красный, но когда уже до спелости идет, вот когда вот он темный-темно-зеленый становится, почти как вот этот, еще маленько ему надо дать, он плотненький. Вот тогда он уже готов, а потом пойдет на покраснение. Берут и зеленый, цветом зеленого. Но я еще видел, что вы баклажаны выращиваете, только почему-то отдельно от перца. Да, потому что они с перцами как-то у меня не уживаются они никак. Если вместе, значит, получается тля. Вот, я их стараюсь отделить, чтобы вместе они... Вы вообще баклажан, самую теплолюбивую культуру в теплице не выращиваете, только вот в грядах под каркасом, да? А летом вот много воды любят они очень, и вот когда прям за водой заливаешь, вот так вот, они прям плодоносят вообще сильнейшие. Ну, здесь, кроме перца, у вас еще есть базилик, да? Базилик высадил. И, главное, любимая, значит, кинза для плова, да? Незаменимая. Ее хорошо берут? Хорошо берут. Сорт не помните? Ну, сорт обычно кинза, обыкновенно, по-моему, идет. А вот это что? Это тоже для рынка? Это вот, нет, это для нашего младенца. А, для внука. Как его, Данила? Данила. Да, вот это... Ну что, Данила, попробуй ягодку, чистенькую возьми какую-нибудь. Не, ну сам первую скушай. Сорт? Сорт, московский деликатес. И еще маленькая Машенька сорт. А как зимовать они будут у вас? Я их нынче, это, дома они у меня будут, обрежу. Пускай, или можно под поле спускать, можно даже, если место есть, можно на подоконнике. Потому что у меня узлакомый, она, это самое, на подоконнике, в теплице у нее зимовала. На теплице у нее отапливаемая была, и она всю зиму плодоносила. А вы, вообще-то, это перезимовавшая, да, уже? Есть перезимовавшая, есть свежая. Ну это так, для экзотики, да? Для экзотики, для себя нет. Чтобы свеженькая была, чисто такая... Ну и вы говорили, что очень много зелени выращиваете, а чтобы раньше она была в теплице. Давайте посмотрим, как вы ее там выращиваете. Посмотрим, посмотрим. Какая у нас петрушка. В этой теплице мы выращиваем сладкий перец. Здесь у нас три сорта. Сорт красный, кубовидный, Голландия светлый, светлый сорт и желтый кубовидный. Три сорта. Это почти народные у вас названия. Свои народные. Ну, в общем, там был горький перец, здесь сладкий, да? Здесь сладкий, да. Мы их отдельно, потому что по ней перепыляются друг с другом. Специально вы делаете, значит, вот разные расцветки, чтобы продавать, да, было лучше? Да, конечно. Когда светофор, он красиво берется. Люди спрашивают, да? Кому-то зеленый надо, кому-то надо. Ну вот самая первая у вас продукция – петрушка. Петрушка. Петрушка листовая. Листовая обыкновенная. И петрушка кудрявая, Голландия. Первую срезку когда вы делаете? Так, уже где-то недели три. Ну, еще в первых числах мая. То есть в начале мая вы уже продаете? Да, в начале мая мы уже продаем. А сеете когда? Так, сеяли мы ее рано, в начале, так, март, где-то в конце марта, наверное. Но пахнет петрушкой-то? Наверное. Да, настоящая. Хотя вроде и в теплице, да, но настоящая петрушка. Да, на улице, конечно, насыщеннее бывает вкус, но тем не менее, да. И вот мы обычно рассаду высаживала, она и что-то не стала. Просто семенами? Просто семечками посадили. Это где-то в конец марта. И нетканые закрывали? Нетканые. У нас просто специально есть, и там палки набитые. Сорта можете назвать? Петрушка обыкновенная называется, листовая, и наталка. Это кудрявая? Простая, нет. А это у нас Голландия. Кудрявая петрушка. Забук назови, нет? Просто кудрявая петрушка вот эта вот идет. Ну, я заметил, сельдерей у вас почти нет. Это почему? Сельдерей у нас немножко на улице я высадила. Его не особо так и берут, так, ну, немножко. То есть покупатели... Я сильно на него не делаю это, но тем не менее, у меня летом он бывает. Всегда вращиваю. Есть он. И вот дальше сколько еще будет у вас тут? Ой, до самой осени это у меня. До самой осени. До самой осени. До самых морозов уже на улице ничего не будет, она еще будет плодоносить. Вот мы прошли все ваши четыре теплицы, у меня один вопрос возникает, чисто агрономический. Оборот, культуру вы делаете по теплице? Или на одном и том же месте они и те же культуры много лет? Нет, конечно, делаем. В прошлом году у нас помидоры сидели, но обязательно мы в каждую культуру, вот каждый год садим и обязательно перегной добавляем. Это обязательно в каждую лунку обязательно. Огурцовую мы, мы что-то как-то не меняли местами, там огурцы и так хорошо растут, но мы землю полностью убираем, убираем нагряду ее. Это перегной тот, полностью, и полностью перегной свеже заносим, завозим полностью, чистим теплицу и по новой. Ну что ж, предлагаю выйти из теплицы и снова встретиться всей вашей семьей. И у меня несколько вопросов еще для вас есть. Ну давайте. Ладно. Данила нам тоже кое-что скажет, да? Расскажешь? Итак, мы провели небольшую экскурсию по вашему участку, очень скоротеченную, можно было, наверное, и подольше задержаться. Но время есть время. И я, наверное, задам те вопросы в заключении, которые интересуют телезрителей. Вопрос номер один. Вы какой свежести продукции продаете на рынке? Самая свежая продукция. Рвем и в этот же день и продаем. То есть утром собираете по определенному графику? Да, часов в 8 мы рвем, а уже в 10 на рынке. Вот в этом году, когда вы на рынок вышли со своей продукции, какого числа? Так, мы с петрушкой вышли где-то месяц назад уже, и редиска. То есть в первое, в начале мая? Да, в начале мая. А редиска пораньше. А последний раз, когда вы уже свою продукцию? В смысле последний? Ну, в осень, а меда. А осень в октябре, в конце октября. В конце октября, да. Самый большой замороз, сколько начинается. То есть с 1 мая по 1 ноября. Это период, когда вы, да? Да, да. Но у вас же ИП. Остальные месяцы, получается, продукции нет. Доходов нет. Ну, вообще... Нет, мы работаем, конечно. Вы можете сказать нашим телезрителям, что выгодно это, в общем-то, дело, или не выгодно? Своё выращивать это очень выгодно. Конечно, труд очень большой. Очень большой. Затраты, конечно, тоже имеются. Но, тем не менее, своя продукция, во-первых, она вся экологически чистая. Потом, если ассортимент хороший, и всё есть, вот от чеснока до лука, и огурцов, и помидор, в день, считай, торгуешь, ты всё равно это твои деньги. Это твои живые деньги. Правильно? Ты уже никуда их не тратишь, только на аренду. Но то, что вы никакой химии не применяете, это уже говорит об органическом происхождении. А вообще-то, кто-то вас контролирует, анализы там... Да, у нас лаборатория, у нас на центральном рынке. На центральном. Да. И каждую неделю мы сдаём каждое номинование, мы каждое даём это на лабораторию. Там дают нам справку ветеринарную, что у нас продукция чистая, всё. Вот это... И ещё мы реализуем, у меня точка есть ещё на Туе, на какой-то торговый комплекс рынок Туя. Тоже, там ещё зелень, там у меня дочь работает, и вот она там реализует именно эту же продукцию тоже. Елена Ивановна, ваша мечта, вот по данному участку, какая? Поделитесь. Самая сокровенная. Ну, я хочу, конечно, чтобы красивее всё стало немножко, но всё преобразилось ещё, естественно, да? Ну как, это в основном... Чтобы и сад ещё был лучше, да? Потому что здесь сражение условий для сада не очень хорошее, но... Да, конечно, сад мы немножко хоть... Всё-таки начали высаживать деревья у нас получается сейчас немножко, но здесь у нас будет сад. Вот здесь вот... Да, у Ирины Николаевича какая мечта. Чтобы всё автоматически поливалось, наверное, да? И у меня тоже... Меньше физического труда, да. Меньше физического труда, на рыбалку можно было сбегать, да? Так, а где ваш внук? Данила, иди сюда. Так, ну а ты помогаешь дедушке, бабушке здесь на участке? Чем? Ну, я вчера цветы поливал. Вчера цветы поливал, да? Угу, ещё чего. Ну, скажи, где лучше-то, в городе или здесь, в деревне? Не знаю. И там хорошо, и тут хорошо, да? Здесь ты наработаешься, наверное, а там отдыхаешь от работы, да? Да, я ещё сплю. А, ещё спишь. Ну, молодец. Итак, уважаемые телезрители, мы побывали в селе Селинга Торбогатайского района. У прекрасной семьи, работящей, которая зарабатывает на продукции. Значит, сама же эту продукцию реализует. Ну, что мне пожелать вам? Во-первых, чтобы наши телезрители почаще заходили к вам на центральный рынок, и как увидите Елену Ивановну, значит, всё, это уже органическая продукция, свежая. Ну, и главное, чтобы те мечты, о которых вы сказали, они у вас претворили жизнь. Всего доброго, удачи, и, возможно, мы ещё к вам когда-нибудь прием и покажем ещё лучшие результаты. Инновационный препарат БиЭм устранит все запахи и отходы. Спрашивайте в магазинах города. Препарат Биогумус БиЭм для активного роста. Спрашивайте в магазинах города. Широкий выбор средств защиты от вредителей. Садем. Забота о процветании. Всё для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Луга Яравны. Красивый газон для сибирского климата. Спрашивайте в магазинах Садем. Выгодные цены в Абсолюте. Яйцо первой категории 10 штук 29,99. Макаронные изделия 400 грамм 16,90. Молоко концентрированное 8,6% 29,90. Абсолют. Гарантируем качество и по-настоящему низкие цены. Лучше Боша нет. Будет новый инструмент. Лучше Боша нет. Качеством наш аргумент. Лучше Боша нет. Компания Кристофер представляет всё самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова